Всем привет, ребята! С вами Андрей Чент и да, это обмен с женами. Надеюсь, вам нравятся эти выпуски. Подписывайтесь на канал, если вдруг смотрите по рекомендации. А также, ребята, уже очень скоро я запускаю свой онлайн-курс по ютубу, где я научу именно тебя быть финансово независимым и зарабатывать на ютубе очень кругленькие суммы. Десятки тысяч долларов. Да, и это будет не шутка, так что жди. Этот курс скоро уже выйдет. От А до Я с тайнами, с секретами, что, как. Короче, будет просто пушка. Так что следи за новостями. А я уверен, что многие мои зрители реально хотят начинать свою ютуб-карьеру, неважно в какой отрасли. Не обязательно, как я, быть обзорщиком. Можно игровой, бьюти, влоги, вообще любая тематика. Но есть определенные правила, с помощью которых ты сможешь стать финансово независимым, и я помогу тебе это сделать. Реально хочется уже как-то вот нести уже в массы свой уже семилетний опыт, чтобы многие люди ставали финансово независимыми. И это было бы очень круто. Такая вот некая благотворительность. Поэтому следи за новостями, а мы начинаем новый выпуск. Поехали! Сегодня в программе. Домашнее задание для секс-коуча. Я давно не копалась. И уроки раскрепощения для домохозяйки. Какая необычная барышня. Как договориться с новым мужем. Мозги мне не ебать. Веским аргументом. У меня могут полезть бородавки. У нас не лезут. Бля, что они такие стрёмные. Что-то вот я хотел сказать, баба на бабу-йогу похожа. Честно, не хотел ее обидеть, но, бля, смотрю на мужа. Или истошным криком. А веником тебе по башке не дать. И что делать, если все пошло не по плану. Я решила обратиться к съемочной группе. Впервые за два сезона проекта жены нарушат правила шоу. А подумать можно? Нет. Кто сможет дойти до конца? Бля, антисанитария. Самый шокирующий выпуск сезона. Смотрите прямо сейчас. Короче, будет весело. Мы поняли. Давайте. Мы готовы. Москва. Город соблазнов. Больших возможностей, высоких скоростей и неприметных спальных районов. Именно в одном из таких живет семья Бирюковых. Знакомьтесь, Сергей 26 лет, грузчик. 26 лет. То есть я еще даже старше него. Его жена Анна 35 лет, домохозяйка. И дети Анны от первого брака. 35 лет, ей 26 лет. Лиля и Коля. Разница у нас в возрасте 9 лет. Все говорили, ну он младше тебя, зачем тебе это надо, еще одного ребенка. С Аниной стороны, да. 26 ему, ребята. Мне 28. Честно? Ну не знаю, мне кажется, чем-то еще неплохо сохранился. Не осуждение. А мама до сих пор его не воспринимает. Не любит как-то. А мне без разницы, знаете, осуждение. Бля, зубов передних нет. Это маааа. Короче, я понял. Любовь не в возрасте. Не в том дело, какая разница там. Сейчас ты придешь, будешь чистить картошку. А на десу за передние. Я пюре тогда лучше сделаю. На данный момент я домохозяйка. Я уже полгода не могу устроиться на работу. К сожалению, пока отказывают. Поэтому работает только Сергей, грузчиком. Но глава... Странно, почему? Не, ну я скажу так. Есть очень много работы, где, конечно, не нужно там как-то лицом торговать. Ну, скажем, там, когда встречать людей, ну, бля, ну, двух передних зубов нету. Это прям серьезно. Семи Суберековых не только всю семью содержит, но и успевает уделять время приемным детям. Ну, я ее люблю и как бы детей тоже должен любить, потому что ее дети это и мои дети. Ты, кстати, обещал с Лилей на коньках покататься. Сходим, ладно. И меня возьмите. Да давайте, я всех научу. Получилось, само собой, что Сергей начал заниматься учебой с детьми. И они больше как-то его даже слушают. Потому что я очень мягкая, могу дать слабинку. Здесь есть тело, здесь нет? Да. Ну, надо перевернуть дробь. Ну, что ты в школе-то делаешь? Так просто, штаны просиживаешь? Я только что посмотрел. Что ты? Считай, вон, столбик, бери, считай. Сергей иногда слишком жестко себя проявляет. На детей может орать матом, даже дать подзатыльники им. Помягче они не реагируют никак. Будешь матом ругаться, они точно так же в школе начнут матюгаться. Ну, начнут. Ну, ты же не сапожник. Ну, поскольку я их мама, то я их жалею. Приходится вставать на сторону, как-то защищать их. Вот из-за этого у нас очень часто бывают ссоры. Просто я хочу, чтобы из них как бы выросли люди. Да, видно, из тебя человек уже вырос. Судя по твоему воспитанию, с них шансы будут маленькие, чтобы они людьми выросли. Ой, бля, чувствую, будет мощный выпуск. В 700 километрах от Анны и Сергея Бирюковых на берегах Невы в старинном Петербурге живут тоже Анна и Сергей по фамилии Велес. Вместе пара воспитывает 12-летнюю дочь Василису. Мы очень гармоничные. Это так. По нам что, не видно, что ли? Лет 17, наверное, мы вместе. Это больше, чем по жизни. С Василисой у нас очень дружеские отношения. Мы хорошие родители. Что, Класс, куда на этой неделе пойдем? Куда мы еще не ходили? Вот куда хочешь, туда и двигайся. Мы с дочкой общаемся, действительно, стараемся как-то на равном. Нам вместе хорошо всегда и везде. Это круто. Мы полностью друг друга дополняем. Такой симбиоз-команда. Свою сплоченность Аня и Сергей из семейных отношений перенесли в деловые. И гордо именуют себя секс-коучами. Мы проводим консультации по сексу и отношениям. У нас клиентов достаточно много, потому что в вопросах секса мы весьма компетентны. В отношениях мне надо играть. То есть ты должен наслаждаться игрой, как дети играют в игры. Если у вас в отношениях есть классный секс, велика вероятность от того, что в какие-то бытовые проблемы они сойдут на нет. У меня останется силы разбирать вот это вот все. Это просто не захочется. Пока в Петербурге занимаются любовью, а не войной, в столичном районе Чертаново проблемы решают по-своему. Развалился, блин. Ну ноги-то подними свои. Нет, достал уже. Давайте найти провода. Уже тебе не мешают вообще. А ты мужик или кто, блин? Мужик. Провода сделать не может. А что я тебе не мешаю? Мужик, мужик. Он может крикнуть им атом на меня. Он считает, что я по дому ничего не делаю. Все делается само собой. Вон там грязь, там грязь. Как она подметала, неизвестно вообще. Так просто, вид создала, что убирается. О, слушай, у меня ведро есть, как ступа. Я тебе подарю, и ты будешь... Давай я тебе его на голову одену. Нет, спасибо. Где вы такую прекрасную семью нашли? Честно, я не люблю людей оскорблять, все красивые. Но, блин, честно. Простите, но я смотрю, прям жесть какая она. Вот тебе больше подойдет, как раз к твоему образу. Раньше, когда я знакомился с ней, подкрасится она... Он мне на какого-то маньяка похож. Честно, вот на улице бы встретил, бля. Нехорошее бы подумал бы. Сейчас что-то она перестала за собой следить. Для того, чтобы полы помыть, мне макияж, там, педикюр, маникюр наделывать не нужно. Знаете, бывает, говорят, типа, человек не располагает к себе. Вот, блядь. Вот прям это тот случай. Профета Анна лишь в исключительных случаях, когда удается выбраться в люди. Мы с детьми очень любим ходить на выставки, живопись любим. Сергей, к сожалению, этого не поддерживает. Мне не нравится там искусство, это картина обычная. Я тоже могу нарисовать там рукой, да и все, господи. Я лучше, например, пойду там поиграю в боулинг, пивка, например, да, можно выпить. Видимо, я ему уже так поднадоедать начинаю. Лишний раз и комплимент не сделаю. Из-за этого у нас отношения иногда не всегда гладко получаются. За место поддержки начались просто обвинения. Ссоры начались. Мы с Сергеем ходим по замкнутому кругу, из-за этого отношения все хуже и хуже. Вот, летим в какой-то пропасть. Аня все пилит и пилит меня, пилит. Сколько вот можно? А сама ровно вообще ничего не делает. Слышь, ты, жалобщик великий, до самого тебя достучаться-то возможно. Пока в Москве Бирюковы бьются о стену непонимания, в Питере Читовелес нашла компромисс даже в мелочах. Про распределение обязанностей. Я готовлю. Аня, следи за чистотой. Ты что будешь готовить? Сейчас салат сделаю. Ну и мясо готовлю. Вкусняшки всякие. Да. В основном папа готовит, да. Ёпте, бля. Дочь, 12 лет. А где твоя половина головы? В маму пошла? Мои родители, по-моему мнению, когда-то бывают серьезными, а когда-то нет. В основном они такие тусовщики. Конечно, у нас тоже не бывает. Это тоже неформалка немного такая. Моментов без ссор. Когда что-то идет не так, это все решается посредством того, что мы садимся, разговариваем и находим какое-то решение своих проблем, если они есть. Нам часто говорят, что вы слишком идеальные и вы, типа, раздражаете этим. Это нас тут устраивает. Но как мы начали жить вместе, мы больше, чем на сутки не расставались. Мы так живем, не разлива, да, всегда вместе, везде, везде. Я не представляю, как можно вообще неделю прожить без него. И для нас это, конечно, большое испытание. Не знаю, для Сергея, для меня это точно. Ну, если это их не напрягает? Но дороги обратно нет. Девушке пора собирать чемоданы в новую жизнь. Вась, давай маме помогать. Она собирается все брать. Она просто не дотащит. А в чем я буду по дому ходить? Да, определенный. Я думаю, там заценят. Знаешь, что я еще забыла? Это вообще мне необходимо, иначе я ничего не вывезу. Ой, вот это. А, да. Вибратор? Вибромассажер. Буду успокаивать свои нервы. В Чертаново тоже сбора на нервах. Ну, я платье взяла. В этом я буду спать. А ты не себя наденешь? Нет, у меня юбок. Ты же не купил мне на 8 марта? Я, конечно, надеюсь, что там Аня, она попадет в такую семью, где там будет ей стыдно за свою внешность, то, что она не ухаживает за собой. А я очень надеюсь. Бля, ты, чувак, ухаживаешь. Просто, бля, в 26 выглядишь прям... Что, сюда приедет какая-то рэкинбок и задаст ему жару. Все, забирай свой, типа, чемодан. Я готов. А вы тут не хулигантись, пожалуйста. Не будем, конечно. Не хулигантись. Меня поцеловать можно? Я и поцеловать. Да. Скучать будем, да. Пока. Кошку не забудьте покормить. Ладно. И рыбок тоже. Не шали. Пока. Пока. Будете весело. Очень переполняют эмоции. Я не хочу попасть в деревню с курами, с хрюшками. А для меня... Я бы хотела попасть в город Золотого кольца. Ну, например, Переславль-Залезский или Ярославль. Давайте скорее конверт. Сейчас какая-нибудь Магадан. Сибирь. Ааа, я так и знала. Я еду в Москву. Я очень довольна. Ура! Санкт-Петербург. Это мой любимый город. Ну, это реально круто. Ну, Москва, конечно, большая. Есть не самые хорошие. Я представляю, вот как этой бабе некомфортно быть без передних зубов. То есть ты практически, наверное, перестаешь улыбаться. А у тебя какие-то такие вот улыбки получаются. Я даже не знаю, как так сделать. Как-то... В район Москвы. Но я думаю, что я окажусь в хорошей семье. Правильный настрой – залог хорошего путешествия. Две Ани отправляются в семьи друг друга. А двое... Блин, как по мне, честно, вот я... Ну, хоть как-то заработает на зубы. Ну, это, бля, ну, это... Это уверенность хоть в чем-то. Ну, блин, как может быть без двух передних зубов? Сергей остается ждать новых зубов по обмену. Неделя эксперимента начинается. Надеюсь, я, однако, не по погоди, но зато красиво. Я готова к приключениям. Ладно. О, Питер, привет. Если человеку самому на себя насрать, что должно быть мне и насрать? Когда дети и муж узнают, где я нахожусь, они просто обзавидуются. В Москве уже не раз были. Да, мы довольно часто ездим по друзьям. Поэтому я люблю Москву. Она мне очень нравится. Муж будущий будет высокий, как шкафчик. От этого мужа, ну, опасаюсь, чтобы не ругался. Папа, он должен быть заботливый. Мне проще сказать, какого не хочу. Чтобы мы жили, как в армии, там, по расписанию. Ну, и амебный тоже не должен быть. Кем работает, я даже не представляю. Надеюсь, не дворником. Они зарабатывают мало, и надо, чтобы у него хотя бы финансы были. Да, надеюсь, не дворником. А вы прямо, я не знаю, элита общества, блядь. Дворник для вас не человек, а вы, блядь, уууу. Куда-то меня сводить. По поводу детей. Три это будет много. Такие маленькие дети, да, это, конечно, так, сложновато, наверное, будет. Мы уже куда-то за город едем. Надеюсь, дрова меня новый муж не заставит рубить. Я так думала, что я, может быть, где-то поближе, там, в районе хотя бы второго кольца окажусь, но нет. Ну, судя по всему, это спальный район, но, в принципе, неплохо. Дом не страшно выглядит. Я уже хочу посмотреть. Дом офигенно выглядит. Снаружи так точно, в панелях таких. Мама, куда меня привезли? Какая-то новостройка непонятная. И вообще тут от центра, наверное, пиликать и пиликать. Вот это дверка. Так-то вроде ничего. Так. Ну, нормальный подъезд. Трубы какие-то. Жуть какая-то. Где у них тут лифты? Блин, тут квартиры. Куча поворотов. Не поймешь, куда в лифт заходить. Подъезд непонятно что. Потому что это и не подъезд вовсе, а парадная, как принято называть в культурной столице. А вот и лифт нашелся. Так. Да. Хоромы какие-то. Что-то кошачьим тут лоняет. Смотрите далее. Господи. Что скрывают новые квартиры? Божечка, дорогая. И чем обернется первое знакомство? Чем-то? Блядь, жри там бомжатник, блядь, тараканы. Не знаю, в этой группе ухи участвовать не буду. Это что у нас, звание бомжи года? Разуваться, не разуваться. Вроде чисто. Ладно. Разуваться, не разуваться? Серьезно? То есть вы дома в обуви ходите? Все тут падает у них. О, сейчас она прозреет. Божечки, что? Кто это? Бля-бля-бля-твою мать! Я пока просто в шоке. Такие ободранные двери, обои. Это вообще кошмар, конечно. Какой-то бомжатник. Я вообще даже не думала, что я попаду в такое. Как вообще можно жить в таких условиях? Обувь, я так полагаю, пока нет смысла вообще снимать. Это ее пальтишко, да, такое? Несуразно. Видимо, мужа так ночью развлекает. Мы так не развлекаемся. У меня был шок. Как такое вообще можно оставить на виду? Сомнения какие-то начали прокрадываться. Кто тут живет? О, портрет. Так, то как вы живете? Конечно, у нее есть экстравагантные, конечно. Муж будет в шоке из-за прически. А это, видимо, их спальня. Блин, штор нет. Ну, здесь нету карниза, потому нет штор. У нас есть всякие сувенирчики. Они определенно ездят в отпуска, но домашней уборочкой некогда. Заниматься ты же этим, дышишь, ты же в этом живешь. Ну, как можно? Зато у них есть самое главное. Судя по тому, что самая важная вещь и самая дорогая и ценная – это телевизор, то, видимо, эти люди вообще ничем не увлекаются. Мне будет очень сложно. Жесткий срач. Какая она твердая, мать моя женщина. Это же спину сломает. Они что, тут пятером спят? Ух ты. Жесткий контраст. Я черный плавящий. Какой-то пронзинец. Я Бэтмен. Бэтмен. Или они актеры, или они так будут. Утасно ты. В Библии. Точно верующие. Это, видимо, детская. Микрофон. По всей видимости, мальчик. Бля, мухи. Тут, скорее всего, два детей. Потому что две кровати. Но такие кровати, конечно, дети на таких не должны спать. Это не кровати. Это койко-место для заключенных. Все ободранное. А, это дырочки прикрыли. Прекрасно. Ну, это грязь, да. Она отмывается, в принципе. Но я не знаю, потратить день на день на уборку и все. А хотя ручки на окнах. Это чтобы дети не сбежали? И что? У тебя будет здесь чистота и порядок. Тюль можно купить. Они недорогие. Мне очень жаль этих детей. Потому что нормального детства у них... Да, вот кого-кого жаль, это детей. У кошечки недорогие ползет. Ё-моё, посмотрите. Бля. Нету игрушек. На детских столах нету ламп для того, чтобы делать уроки. Дети не должны так жить. Это неприемлемо. Здесь, видимо, у них детская. Бедные дети. Так, здесь что у нас? Сколько игрушек, мама моя родная. Видимо, очень балуют. Мама, вот это да. Где балуют? Для девочки что-то много духов. У моей и ту одни. Может быть, они очень заняты. И так пытаются компенсировать какое-то отсутствие внимания. Здесь у них рыбки сдохли или это так и положено? Ты живой? Это петушок. Ой, блин. Вот чего я не люблю, это мыть сантехнику. Еще и за чужими людьми. О боже, ну почему столько мух? Это просто сотни. Нету шторки для ванны. Запашок здесь просто отвратительный. Так, есть чистящее средство. Бля, это просто, наверное, можно назвать выпуск. Живут как бомжи. Уже хорошо. Ванна вообще в идеальном состоянии. Видимо, недавно был ремонт. А так прикольно. Чистенько. Аккуратисты. Работает. Для укладки усов. Жесткий контраст. У меня дома такой же порядок. Господи, как пахнет ужасно. Почему столько мух? Такой же порядок дома. Почему я могу повесить эти ленточки от мух? Блин, тут все такое грязное. Тут плита засранная. Она, наверное, не мылась просто полгода. Что это такое? Это жесть. Это макарошки. Бля, это трэш какой-то. Что это? Это они так кушают, да? Вкусно. Здесь трогать, конечно, вообще все очень страшно. Еще и тараканы. Фу-фу-фу. Ну как так можно вообще жить? Везде просто грязь. Вообще не хочется здесь оставаться, потому что это кошмар. Ну, знаете, как выглядят хозяева? Блядь, не лучше выглядеть деката. Честно. Вот посмотреть на хозяевов. Блядь, шо она? А шо он? Шо дом, блядь? Мне ее жалко, честно. Ну, это невозможно так. Там невозможно есть. Там невозможно готовить. Там вокруг антисанитария. Там ползают мухи. Там ползают тараканы. Это отвратительно. Ух ты. Вот это кухонька. Блядь, а я еще удивляюсь, почему она зубы не сделает. Господи, Андрюха. Ты за зубы, блядь, спрашиваешь. Ты посмотри. О, мать моя. В порядок. Чашечки нечеток. Ух ты. Прикольные. Наверное, походные. Макарошки нечеток. Приправки много. Нечеток. Все так, нечеток. Они по ходу дела готовят исключительно в этой штуке. Это называется мультиварка. Как пользоваться данной печкой непонятно. Как они вообще готовят. Печка. Серьезно, ты сделал настолько плохо, что он даже не знает, что такое мультиварка. Это еду, если что-то много надо приготовить в одном этом приборе. Ой, мамочки. Все очень плохо. Время развеять страхи и сомнения. Обо всех секретах девушкам расскажет семейный устав. Семейный устав. Мама. Анна Великс. 33 года. Секс-коуч. Я первый раз слышу о такой профессии. Дочка Василисы. Наша семья. Папа Сергей Бирюков. 26 лет. Грузчик. Анна Логинова. 35 лет. Домохозяйка. Короче, он грузчик. Я так понимаю, денег прям зарабатывают. Лопаты гребет. Она домохозяйка. Домохозяйка. Она сидит дома. Капец, какая она хозяйка. Она движется домом, ухаживает так, как и со своими зубами. Да, домохозяйства ей просто ноль. Дочь Лилия 16 лет. Сын Николай 12 лет. Как моя Василися. Тебя, знаете, жены, я даже боюсь читать. Обязанности мамы. Всегда быть красивой, сексуальной и в хорошем настроении. Ну, после таких игрушек точно настроение поднимется. Проводить вместе с папой тренинги и консультации. Я надеюсь, мне это не придется делать. Следить за чистотой полов в квартире. Робберемся. Забота о чистоте и порядке в квартире. Ходит с детьми в музеи или театры. Люди, по-моему, далеки вообще от этого. Обязанности папы. Уже страшно. Удовлетворять мамины сексуальные желания и потребности. Боже, сколько у них секс. Готовить вкусно и с душой. А что это мама не готовит? Обязанности папы. Зарабатывать деньги. Это он молодец. Проверка уроков у детей. Папа уже дважды молодец. Семейный бюджет. Понятия не имею. Деньгами заведует папа. Мама в них практически не нуждается. Класс. Семейный бюджет 2000 рублей. Это на неделю? А что можно купить на 2000 рублей? Задание для мамы. Если на месяц какая-то вечериночка, не отказывайся. Надеюсь, я на эти вечеринки не попаду. Командный тон недопустим. Один раз прикрикнуть. Сколько я вообще пытаюсь все переварить. Сколько я смотрю обмен с женами. Честно, бывает, как что-то покажут. Охреневаешь просто. На кухню не лезь. Даже если борщи, твой конек. У меня кормить, что ли, не будете? Задание для мамы. В доме должна царить уют и чистота. А на столе должна всегда находиться вкусная еда. Вы серьезны? Уют и чистота. Научиться накататься на коньках. Я не умею кататься на коньках. Раз в неделю помогать бабушке по хозяйству. Да, судя из заданий мамы, я сюда приехала хорошенько попахать. Та-да-да-дам. Судя по написанному, я начала действительно опасаться того, что будет происходить. Но сбежать не получится. Семья Бирюковых уже спешит познакомиться с новой мамой. Сейчас она увидит мужа своего. Алан Далона. Здравствуйте. Привет. Я Аня. Я Коля. Коля. Очень приятно. Где наш под? Здравствуйте. Двадцать шесть он вообще не выглядел. Он выглядел лет на сорок. Я не один такой, да, что двадцать шесть там как-то что-то это... Где-то сбой пошел. Немножко нервничаю. Да. Здравствуй, меня зовут Аня. Сергей. Очень приятно. Взаимно. Жду сплавим куда-то. За нее не беспокойся точно. А где? Далеко? В Санкт-Петербурге. Ой, ой, ничего себе. Ей поезду. Я, конечно, за нее обрадовался. Потому что ей нравится там ходить по музеям, по выставкам. А новая мама не понравилась. Во-первых, у нее прическа не очень и очень вызывающее платье было. Бэ. А у тебя прическа прям вообще. А у вас дети есть? У нас одна дочь, ей двенадцать лет. А муж чем занимается? Вы чем занимаетесь? Детки, заткните уши. Мы секс-коучи. Че это такое? Не сталкивался. Мы прокачиваем людей в теме взаимоотношений и секса. Я ни хрена не понял, конечно. Я думал, что она какая-нибудь там проститутка или еще что-то, что она занимается в порнофильмах. Может в... Понятно для чувака секс-коуч. Ну, учитель по тренеру. Проститутка, я понял, порноактриса. В Питере Ани ее временный муж объяснит подробнее. Сергей с Василисой уже спешат на встречу с новой мамой. Давайте знакомиться. Анна. Сергей. Очень приятно. Здравствуйте. Это Василиса. Очень приятно, Василиса. Вкусняшка в чаю. Благодарю. Да, контраст между моей Аней и новой Аней дикий. Блин, ну ладно, поживем, посмотрим. Чувак не захотел обидеть, да? А рисовал кто так замечательно? Это один из благодарных клиентов. А что за благодарный клиент? Мы занимаемся секс-коучингом, да, то есть это тренинги и партнер шейни. Для ребенка? Ничего, она достаточно взрослая. А, это нормально, адекватно, да? Да, конечно. Скрывать свою деятельность от ребенка – это затратно. Такие темы обсуждать при ребенке, но это вообще семья извращенцев, по-другому не скажешь. Куда попала? Не считаю так. Ваша мама. Судя по тому, как она ответила за вибраторы, сказала очень лаконично. Ну, вибромассажер там так далее. То есть занимается воспитанием ребенка, сексуальным воспитанием. Тем более в 12 лет, я считаю, это наоборот классно. Я бы тоже воспитывал бы ребенка так, чтобы он хотя бы знал все правильно и лучше от меня. Не важно, девочка, мальчик, чем он на улице вот такое встретит. Попала в рай на первом этаже в городе Москва. Хорошо. Тем временем Аня уже с головой погрузилась в райский быт чертановской трешки. Лиль, давай ты помоешь посуду, а я почищу картошку. Только вот эти макароны нужно выбросить, они уже не годятся. Расскажи мне что-нибудь о маме своей. Сейчас она на момент не работает. А давно она не работает? Ну, месяц. А до этого кем работала? До этого она работала помощником директора. А что бы ты своей маме поменяла? Ее внешний вид скорее. Потому что мама не особо за собой следит. Не особо за собой следит? Это мягко сказано. Не время. Как раз они познакомились здесь с Сережей. После этого они жили два года. И после этого мама перестала с собой ухаживать. А, она просто увидела Сережу, думая, так, поняла. Зачем? А Сергей не родной твой, да? Нет. Получается, вы все, да? Да. Не родные дети. Сережа, как папа, хороший? Он хоть нам и не родной, но очень много делает для нас. То, что он воспитывает детей не своих, это достойно похвалы. Сколько не мылась у вас плита? А, последний раз мы как раз неделю назад мыли. Лид, расскажи мне о мухе-таракане. Не верю. Ты же привыкла и не обращаешь внимания? Я не привыкла. Не можешь привыкнуть, да? Ну, как можно привыкнуть? Да. Я их очень боюсь. Здесь не особо вообще приятно. Честно, вот детей капец как жалко. Вот прям вот. Крик души. О состоянии квартиры Аня решила поговорить и с новым мужем. Это твой домашний секс и наряд? Да, обычный наряд. Как еще сексуальный? Все, присаживайся, давай едем. Давай, ладно. С приятным аппетитом. Спасибо, тебе тоже приятного. Знаешь, я за целый день тут навидалась. В таких условиях для меня неприемлемо жить. Некомфортно. Ну, понятно. Фифа какая-то там питерская, крутая там, типа, или еще что-то. Фифа? Серьезно? Высокого мнения себе. Нам как-то тоже, ну, неудобно за всю эту ситуацию. Там, таракана, маракана, мухи. Травили много раз, но, правда, не получается на самом деле. Я не знаю, это... Это просто стало. Все равно, так или иначе, ты должен поддерживать чистоту, тем более, когда у тебя дети дома. Санитарные нормы у всех свои. А что насчет нравственных? В Питере Сергей как раз решил посвятить новую жену в детали семейного бизнеса. Мы занимаемся обучением людей не просто сексу, а в том, как взаимодействовать друг с другом так, чтобы вам всегда это приносило удовольствие, независимо от того, что вы общаетесь или гуляете. Потрясающая профессия. Боюсь, что мужу это не понравится, потому что он на эти темы, в принципе, не разговаривает. Для него это будет просто шоком. Наверное, ты устала. Так, средне. И неплохо определиться хотя бы с местом того, как ты вела ночлега. Надеюсь, не на коврике, а в коридоре. Вася, спать со мной, а ты будешь спать в комнате Василисы. Ну, хорошо. Слава богу, хоть это... Спать отдельно, а не на этом большом х**одроме, потому что это неудобно еще. Серьезно, спать на большой коровате, это неудобно. Блядь. Как это противно видеть, когда они что-то с себя строят, знаете, ой, это неудобно, ой, это FIFA, а у нас вообще дома тараканы, это нормально. Мало ли что. Самое главное, ночь не упасть. Первая ночь на новом месте пролетела незаветно. И Аня, кажется, наконец почувствовала себя как дома. Красавца. Счастная какая. Дрыхнуть, что ли. Ох, блин. Так, чем позавтракать? Чего у них тут вообще есть? Здесь ничего не оставили. Так, как же понятно, кормить меня не собираются. Эй, папаша, я есть хочу. Где чего вообще? Там холодильник. И чего? Нужно брать все, что тебе нужно. Принеси, пожалуйста, энергетика в ванночку. Вот тут еще один фанатик энергетиков. А где он валяется? В холодильнике. В холодильнике. В холодильнике. А, то энергетик в банке были. Сразу дайте, подайте, принеси. А там было написано в правилах, что там типа я каждый раз там мужу с утра приножу 0,5 энергетика. Я такого приема не ожидала. Спасибо большое. Ты прекрасная женщина. Да, а ты ужасный мужчина, который не может накормить женщину. Там все готово, надо только подогреть. Замечательно. А на чем греть, если там мультиварка? Ну, я стараюсь уже это не пить, а стараюсь на кофе больше. Ладно, я тогда пойду помочь, что ли, помою. Мне полезно каждый день на греть, так клепать. У меня бузят криком. Это для меня абсолютно непривычно, неестественно, ненормально. Здесь все просто. Холодильник. Все, что есть. Все можно брать. Там один фаскут. Вот, это приготовлено вчера. Здесь мясо вместе с овощами. Свежая еда должна быть. А это вчерашняя еда. Если тебя не устраивает вчерашняя еда. А у них прямо бляха-муха. Вот прямо день в день жрут. Вот прямо. Жди сегодняшний. Ты давай поживей, что ли. У нас никто не кричит дома. Все выясняется на вопросах и диалогах. А способен ли тихий и спокойный голос Анны разбудить московского мужа? Сережа. Сережа, просыпайся. Да, да, сейчас встаю. На работу пора. Я пойду завтрак тебе приготовлю, а ты приходи. Хорошо. Когда она начала меня будить, мне, конечно, это не понравилось. Она каким-то шептом говорила, как будто возбуждает что-ли, или еще что-то, но не будет. Ты дурак? Нет, я это с собой беру. И все? Да, я никогда утром не завтракаю. Что хотел сказать? А, вот белье есть тогда, постирай, ладно? И полы помой, во. Точно самое главное. Хорошо, я все сделаю. Перспективка на день абсолютно никакая. Но никто не обещал легкой жизни. И отправив детей в школу, Аня принялась за уборку. Молодец. Столь грязной квартиры. Честно, молодец, бля. Я в жизни не видела. А то, что швабры нет, это вообще для меня дико. Я давно не копалась. Мне пришлось выгрести всю грязь, которая была в этом доме. Это было настолько ужасно, что я не могу передать. Просто лайк от меня на видео. Красавица просто. Давай ты кроссовочки пока снимешь на этом самом, пусть они подсохнут. Да, хорошо. Вау, вот чисто. Вы убрались? Как видишь, я еще ваше комнате прибралась. Огромное вам спасибо. Несмотря на тот ужас, который у них в полиции в квартире, детки просто золото. Ты оценил мои усилия? Детям с родителями не повезло. Женя, пожалуйста, а как часто мама стирает белье? Очень часто. Мы не можем пока починить машинку, и мама стирает грешное. По какой причине вы не можете постирать? А там шланг. Мы с папой разберемся сегодня по поводу этого. То есть заменить шланг в проблему? Это издевательство, но ты уже нет. Я переборола себя, естественно, и постирала белье. И потом мы с малым пошли его развешивать. А, как холодно. Сейчас, малыш, подожди. Вот так. Спасибо. Держи, нет, и держи, няня, отпускай. Ой, держи. Я не понимаю, почему у людей находятся деньги на телевизор, а на шланг нет денег. Пока в Чертаново сливают воду после стирки, в Питере Аня в ожидании завтрака решила использовать ванну по назначению. Ой, прям королева. А дома меня бы уже выгнали из ванны, сказали, не хер валяться. Вали, полы драй. Дом у нас ванна, но особо я ванну не принимаю. Как-то времени нет, все бегом, бегом, бегом. Душ сходил и хватит. Здесь прям кайф. Другой человек просто. Из пены морской и прям к столу. Точнее, просто на кухню, ведь обеденного стола в семье Велес нет. Может, пойдем в комнату покушать? Нет, я как-то привыкла на кухню. В комнате как-то не очень есть комнату для того, чтобы отдыхать и не кушать. Ну, мне там привычно. Меня извини, но я там повезу. Я что, тут одна должна стоять и есть? Нормально так все ушли вообще. Ох, кошмар. Ай, горячая. Ой, у нас, конечно, принято, чтобы все дружно сели, поели, обсудили планы. Здесь вообще каждый сам по себе. Ну, пипец. Тем временем в Москве Аня все приготовила к семейному обеду. И еду, и список претензий к новому мужу. Аня, ты что, суп готовишь? Такая страшная плита. Чего? Рагу у нас. А что это такое? Сейчас увидишь. Пахнет вкусно. Попробуем. Когда я зашел домой, да, я увидел, что чисто, убрано. Конечно, я такого не ожидал. Думал, она правда белоручка какая-то нежная. Но было на удивление все это дело. Это просто вы, засранцы. Остал. Много работы сегодня было. У меня тоже было много работы. Да? Ну, я помыла полы, я постирала белье. Я намыла детскую комнату. Я видел, да, чисто. У вас даже нету перчаток в доме. А посуду мыть, это надо перчаток делать? Нет, мыть пол. Сахар вырастаешь от того, что ты помоешь пол без перчаток. Что будет в своем рукаве? У меня могут полить бородавки, в конце концов. Ну, не знаю, у нас не лезут пока, слава богу. Для него это абсолютная норма. То, что они ковыряются своими руками в этой грязище. Я называю от этих людей бомжи. Как можно? Как бы дом есть, но от бомжей особо ничего не отличает. Просто это ужасно, это просто, говорю, мне на них, честно, насрать. Вот просто насрать, высокой колокольни, вот детей только жалко, тринеть детскую. Уходиться в тряпочке, это вообще прошлый век. Стирать белье руками я больше не уверена. Ну, это не в моих силах. Можно вызвать мастера и пусть он починит. Ну, верно, посмотрим. Да, это будет прекрасно. Чтобы не спорить с ней, не ругаться, я просто согласился все это сделать. Но это пустая трата денег. Моя Анна... Пустая трата денег, примонтировать стиральную машину. Это, блядь, пустая трата денег, блядь. Господи. Почему не удивлен, почему ты так выглядишь? Почему, блядь, курдоводство, вот, бывает, слушаю этих людей, честно, у меня уши курдовью просто так... Она как бы стирает и ничего, и не кричит. А она вот так вот сразу с воду. Фифа. Это белоручка прям. Видел бы ты сейчас свою жену, Сережа, как истинная питерская фифа Анна в сопровождении временного супруга отправилась на променад в соседний ресторан, где работает подруга семьи Велес. Привет! Привет, Ольга. Вы меня можете хейтить, ребята, в комментариях, как угодно, если вы с моими мнениями согласны, но, честно, меня внутри аж крутят от этих людей, типа... Фух... Очень приятно. Наверное, одни из самых неприятных вообще людей за все мои семь лет, которые я обозреваю. Ну, не семь лет обозреваю, ладно, с четырнадцатого шесть лет обозреваю. Ну, просто это трэш какой-то, пять-шесть лет. Это... Я столько всяких людей видел. Но это просто... О том, что нету свежей еды, я решил отвезти ее в ресторан, заодно познакомиться с подругой. Оля, это наша самая, наверное, близкая подруга. Мне было интересно посмотреть, как они могут найти какой-то общий язык, да, получится у них или не получится. За новую жену Сергея. Спасибо. Ты ела когда-нибудь сырое мясо? Нет, я вообще сырое мясо не ем. Прикольно. Два раза в жизни была в ресторане, и то на свадьбе, у знакомых. А так, в принципе, в ресторанах, ну, мы с семьей ни разу не ходили, и ни с мужем, ни с детьми. Ну, то есть, для меня это непривычно. Ну, наверное, уже заметила, да, разницу между семьями вашими? Ну, у нас по-другому. У нас встают рано. У нас не кушают в комнатах. Чему? У вас жесткие условия? Ну, жестко держите всех. Нет, ну, мы не жестко, но просто, если каждый будет есть в комнате, я буду с тряпкой убираться круглосуточно. Хочу заметить. А так ты, блядь, там красоту прям поддерживаешь. Мне вот так нравится, что куда больше, чем утром, когда был крик, некое недовольство. Ну, у меня был шок, потому что меня никто не накормил. Но, по сути, все вопросы, которые ты мне задала в виде крика, их можно было задать в виде простого вопроса. Ну, раз такое дело, Ольга решила приправить ужин еще одним простым вопросом. А сколько тебе летит? 35. Выглядишь на... Да. Даже больше. 45. Нет, я нормально отношусь к критике, поэтому... Это не критика, нет, с моей стороны немножко некорректно, но выглядишь ты очень... Надо добавить жирность. Очень уставший. Тебе тяжело, да? Вообще все это переваривать, принимать. М? Нет, нормально все. Не плачь, успокойся. Все хорошо, но ты для этого здесь и участвуешь. Ты увидишь другую... Не, нормально, нормально. Ты увидишь другую жизнь и все... Ну, да... Да она сама свою жизнь засрала. Я не понимаю вообще смысла жалеть таких людей. Вы мне покажи, простите. Она много чего говорит, там, ой, чистота дома, там просто бомжатня. Она домохозяйка, она сидит дома и живет как бомжиха. Ребята, вы чего? Типа, что вы ее жалеете? Не плачь. Да, блядь, помыть дома, поубирать, когда ты дома находишься. Так все и хорошо. Задумывалась о своей внешности, что, блин, надо немножко за собой последить. В Петербурге романтичный ужин превратился в вечер откровений. А в Москве в семье Бирюковых типичный досуг – проверка уроков у младшего сына. Так, Оль, что там у тебя с уроками рассказывает? Сейчас начнет его клепать, да? Выстроились, смотри-ка. Математика. Четыре. Музыка. Три. Смотри у меня, понял? Что ты не мог за всеми успевать или что? Я не смог, просто быстро диктовала и быстро слайды переключала, а я… Ну ты что, не мог, что ли, видеть, все успевали, а ты… Математика. Это раз в тетради, то можно на мусульку. Можно материться, орать, да? Можно, да. А почему нет-то? Он будет так же делать уроки, как я ему скажу. Сопли не надо жевать. У меня просто нет слов. Я не хочу больше ничего видеть, не хочу ничего слышать. Сергей повел себя просто низко. Полю было очень жалко. Для адекватных людей это стресс. Он очень хороший мальчик, он старается. Она абсолютно не заслуживает такого поведения. Как этот человек, как бы, да, может мне что-то проявлять и говорить, что я не воспитываю неправильно своих детей. Мама была с ними очень мягкая, как бы, и они учились на двойке. А когда я стал с ними жить, стал построже чуть-чуть с ними, и они стали учиться на четверке и пятерке. Наступил третий день проекта, и в Петербурге Анне предстоит воспитать в себе немного смирения и терпения. Сегодня тренинг. Тренинг? Ну, да. Он будет на тему секса. Ну, такие темы. Ну, я буду в основном везде рассказывать, да, ты будешь как бы помогать мне участвовать в этом процессе. Просто уже страшно от этого. В этой групповухе участвовать не буду. Самая отвратительная затея. Тренинг, групповуха. Кошмар вообще. Что в этом такого? Чем плохо секс? Я понимаю, есть плохой секс, но хороший, чем плохо? Не знаю, не знаю. Сейчас побудешь на тренинге, поучаствуешь, посмотришь, и потом у тебя будет хороший секс. Пока Аня отправляется выполнять компрометирующее задание по уставу, у московской жены никакого разнообразия. Всех разбуди, накорми, задание от мужа получи. Надо же к бабушке съездить, там, помочь ей. А Лиля пусть тогда остается здесь, сделает там все дела. А Коль, тогда бери и к бабушке съездить. Ну, ладно, как мы исправимся. Мне это интересно, у бабушки хоть красиво, убрано. Аккуратно. Обязательно. Пошел я на работу. Так, только не забудь. Да, еще и кушать надо приготовить. Так что я куплю прогулку. Обниматься не будем? Нет, целоваться тоже. Удачного дня, я пошел. Давай, давай. Первый раз за два дня Аня выбралась из дома. Но пять минут ходьбы прогулкой не назовешь. Бабушка живет бедно. Это бабулья. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вам приехала помочь. Убраться. Не надо, не надо. Все, я понимаю, чья это бабушка. Прямо понятно, на кого похожа. Единственное, могу вот так вот с женщиной-женщиной поговорить. Бабушка не пустила нас в дом. Но при этом, стоя в дверях, она с удовольствием поделилась своим мнением приятным о Сергее. Я неприемлю этого дядя Тюрюрия. Я просто не навижу. С их ног построили против него. Я всегда ходила за ним в садик, покупала что-то. Помогали как могли. И потом он меня обыкнула. Я ушла, я больше уже никогда туда не приходила. Я разговаривала с детьми, они как бы, ну, ничего такого плохого не говорят о Сереже. Я не знаю, с какого можно верить бабушке. Может быть, какая-то доля правды в этом есть. Это было очень неприятно. Пока одна Аня пытается переварить полученную информацию, другой Ане в Питере только предстоит узнать много нового. Сегодня мы будем говорить о женских оргазмах, откуда они берутся, какие они бывают, как их можно... Какая яркая женщина пришла, в общем-то, по знанию. Улучшить и каким способом это влияет на ваши отношения. Есть такие своеобразные эрогенные зоны, и они расположены по всему телу. Оргазм, про которые в принципе мы вообще не разговариваем. Как при людях такое вообще можно говорить. Ни стыда, ни совести. Поговорим о сексуальном возбуждении. То есть нам надо простимулировать кучу эрогенный экзот. Вот это я на тебе сейчас покажу. Нет, спасибо. Вставай. Я буду на тебе показывать. Давай. Нет, может, не надо. Блин, это бред вообще. Она думает, что он сейчас начнет тебе там теребонить или что? Он сейчас на лице будет показывать там уши. Я сейчас просто людям покажу и все. Какие вы знаете эрогенные зоны? Я тебе чего? Анатомия что ли подходящая? Естественно. Наглядный материал. Вред какой-то несешь. Где начинается сексуальное возбуждение? Расскажи ты мне. С чего оно начинается? Да хрен его знает. На пальчиков. Покажи, как ты добиваешься возбуждения посредством стимуляции своих пальчиков. Шел бы ты. Я отсюда пошел. Успокойся. Успокойся. Я должна при всех. Да, надо говорить об этом. Я сейчас буду красной. Люди должны говорить об этом. Я буду сейчас красной, как рак. Давай, ты просто посидишь, посмотришь, послушаешь и увидишь, как это происходит. Ничего криминального в этом нет. Ничего пошло. Просто она зажата. Соответственно, надо немножко раскрепоститься. Надо пробовать новое. Надо вспомнить про то, что она женщина. Смущенная Анна согласилась вернуться в аудиторию только в роли зрителя. Новую ассистентку Сергею пришлось выбирать из зала. Уши классные. Эрогенная зона. Тут очень много всего можно простимулировать, протрогать. Здесь важно делать приятного, но ни в коем случае не раздражать. Показывать затылочек, что на затылочке, оказывается, у нас эрогенные зоны. Блин, как в жизни не подумал бы. Но теперь хотя бы буду знать. Серьезно? То есть никогда не чувствовала, что когда чухут голову сзади, это приятно. Я уверен, кто меня сейчас смотрит. Каждый человек, когда там мама, когда там близкий, там парень, жена, муж и так далее. Вот тут уси погладить, почухать. Это, ну, наверное, 99% это нравится. Ясно, что, возможно, ну, это вот прям, о, блаженство. Идею искать. И пятка, блин, и локоть, и вообще. Конечно, сначала это стыдно, неудобно, некрасиво. Но, блин, оказывается, очень даже интересно. Какие же мы разные люди. Ну, страшно было. Просто непривычно, что на такие темы можно будет еще и в культуре. Можно вот так говорить, понимаешь, можно при этом еще с юмором говорить. Можно весело это показывать и давать ценную, действительно важную информацию. Ну, есть полезная информация, есть о чем задуматься, конечно. Давай собираться, потому что тоже сегодня планируют зайти, друзья. Я думаю, что мы в игры поиграем, и все. Надеюсь, не в сексуальной. А в Москве тем временем Аня взяла детей на каток, чтобы выполнить задание по уставу и научить Колю кататься на коньках. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, можно меня отпустить? Нет, ты нашли. Я поеду. Колю, Колю, не падай, не падай. Коля пошел в разнос. Аккуратно. Да, да, Ирюха. Коля. Я на каждом углу падаю. Раз, держи. Сейчас, я хочу. О, стой! Тихо, тихо. Тихо. Дети реально хорошие. Я не справилась, наверное, с этим заданием, научить Колю кататься на коньках, потому что по факту я катаюсь куже него. С такими родителями. Стоять у Бортика, конечно, безопаснее, а заодно можно и обсудить насущные вопросы. О, давайте. Сегодня мы заезжали к бабушке, вот, немножечко пообщаться. Ну, так, были какие-то вообще причины, чтобы обидеться на дядю Сережу? Сомневаюсь. Дядя Сережка не всегда нормально относился. Пытался к ней как-то найти подход, чтобы с ней нормально общаться. Ей не нравится дядя Сережа, поэтому она всегда пытается всех настроить против него, наговаривает на него. А почему ей дядя Сережа не нравится? От него там плохая энергетика или что-то такое. Да, она пару раз так говорила. Все, он плохой, я не хочу с ним вообще никак общаться. По факту я поняла, что дети выбирают Сергея, а не бабушку. Они с ним очень хорошо общаются, они к нему тянутся. Детей не обманешь. Далее в программе. Я решила обратиться к тюрьминской группе. Самая неожиданная смена правил в этом сезоне. Возможно, это будет неприятно. Я решила вам сюрприз сделать. И к чему она приведет. А подумать можно? Нет. В Питере тем временем встречают гостей. Здравствуйте. Это Саша, это Лиза. Это Аня, она, собственно говоря, вместо Ани. Ты туда залезай. Прямо на лиза, на вечеринке, короче, будет, да? У вас всегда что-то на кровати? Очень удобно. Не, ну это у них странно, конечно, на кровати так сидеть. Стола нету. Я уже нягко потерялась. По-моему, третий сейчас пошел. Ну да. Что уже успело произойти с тобой? Сегодня мы были на тренинге. Да, мы вели тренинг вместе. Я была в шоке. По вашей специализации? Да, конечно. Живет жизнью Ани. Я предлагаю поиграть в игры. Я никогда не. Давайте. Это что за игра? Тебе понравится. Я никогда не занимался с двумя разными людьми в один день сексом. Та-дам! Отлично. У меня, да, было дело. А, ты так ужин. Ты когда-нибудь занималась сексом с двумя разными людьми в один день? Или час? Ну этого не было. Чего не было, того не было. Целовался ты впервые в жизни из игры в бутылочку? Нет, он был помидором. Помидором, да. Жарковато, да, Салан? Раздевайся. Фотографировал ли ты себя голым? Сам себя? Да. Не часто. Никогда. Что-то мне получилось. Это слишком некультурно. Я никогда не представлял в эротических фантазиях девушку друга или парня-подруги. Да. Ты вот так вот представляла? Отлично. Вот здесь был шок, потому что игры такие, что на полную откровенность. Я людей первый раз вижу, и еще что-то им откровенно рассказывать, показывать. Как-то не очень. К Аниному счастью горячая вечеринка подошла к концу. Теперь можно поговорить на приличные темы. А завтра смена правил. Я чего придумала? Я на самом деле за эти дни почувствовала, что я не смогу придумать правила. Потому что у вас как-то все так хорошо получается. Ну, как бы ничего даже менять, в принципе, в таком укладе жизни не надо. Приятно слышать. Можешь конкретизировать, потому что мне тоже очень интересно понять, что тебе именно понравилось. У вас никто не кричит, никто не орет. У вас чистота, порядок. И как-то это все вот так гармонично, действительно, как нотки. Семья. Ну и что будем делать с правилами? Хоть это отступление от правил. Давай ты попробуешь какие-то свои, наверное, правила выдвинуть, потому что интересно пожить по вашим правилам. Попробую, конечно, придумать что-нибудь. Уже поздно. Что-то новое. То есть, ну, на самом деле, да, тут сложно что придумать. Особенно для нее, когда у тебя дома просто... Хоть, блин, честно, сама так себя запустила. Она надо выспаться и подготовиться к этому. Как бы Ане еще не пришлось жилить о принятом решении, наступил четвертый день проекта, и в Москве Аня Велес точно не готова уступить свое право временному службу. Достал день смены правил. Я их пригласила в парк скульптур, потому что Аня очень любит искусство, как я поняла, и детки ее в этом поддерживают. Осталось только подтянуть Сергея. Дорогая моя семья, я три дня жила по вашим правилам. Сейчас мы будем менять их и будем жить по моим. Это уже интересней. Когда я пришла к вам в дом, я испытала эстетический шок. Эта обстановка в доме нагнетает только депрессию, и находиться в такой атмосфере невозможно. Я хочу, чтобы мы, наконец-таки, это исправили. Эта скульптура у меня ассоциируется с эстетикой. Первое мое правило – эстетика в доме. Сергей, дети, вы принимаете это правило? Да. Эстетика? Не, не слышал. Я считаю, что это баловство, как бы только у богатых бывает. Я согласился с этим правилом, потому что просто было еще и холодно к тому же. Что вы видите на этой скульптуре? Маму с ребенком. Основное здесь? Ребенок. Ты, конечно, большой молодец. Ты воспитываешь детей. Я хочу, чтобы ты был более лоялен к детям. Следующее мое правило – никакой грубости к детям. Ты принимаешь мое правило? Подумать можно? Нет. Принимаю. Другое воспитание не работает, а мое точно стопудово работает. Чтобы не расстраивать свои детей. Да, если ребенка матом посылать и клепать их. Что вы видите на этой скульптуре? Парочку обнимашки. У них полное взаимопонимание, так? Ну, наверное. Ребят, вам было бы приятно, чтобы дядя Сережа проводил с вами время, ходил с вами в музеи, театры? Да. Очень было бы приятно. Мое правило – общий досуг и творческое развитие. Я принимаю правило. Для него это вообще все цирк. Он соглашался на все, что я говорила, чтобы я просто отстала. Главное, что согласился. Теперь обратной дороги нет. Тем временем в Питере впервые за время проекта муж озвучит новые правила для жены по обмену. Пока дочь в школу… На следующее утро Аня продолжила идти против правил и решила сама приготовить завтрак. Привет! Как дела, Василис? Хорошо. Тут уже каша в процессе. Ты рада? Да. Я решила вам сюрприз сделать по поводу совместного досуга. Сегодня кое-куда пойдем. Я еще на тебе потренируюсь, а потом будем смотреть. Не поглядя, потренируйся на мне. Ну, не бойся, это ничего такого. А я? Василис, поедешь с нами? Ну, тогда ладно. Хорошо. Да, поедешь. Ну, ты собираешься, сейчас минут через пять уже будем кушать, и как раз ноги в руки и вперед. Аня стала более милая, добрая. Со мной надо прям хорошо так обращаться. А еще Аня решила пересилить себя и позавтракать вместе с семьей в спальне. Вообще, ничего. Сойдет? Кажется, я вспоминаю детский сад. Василис? Странно, на самом деле стол должен быть. Я на съемку летка ем, поэтому мне непривычно. Тебе не нравится? Мне нравится. Да? О, это супер. Может, добавочки? А у нас время есть? Ну, в принципе, еще по добавочке мы успеваем, а потом надо прям бегом-бегом-бегом. Ну, хорошо. Пошли. В Москве жена по обмену решила начать день с пищи духовной. Удастся ли Сергею насытиться ей в полной мере? Я рискнула отвезти Сергея в картинную галерею. Сергея необходимо просто подтягивать. Он не поймет. Потому что он, кроме своего телевизора, ничего больше не видит. Я привела вас в галерею современного искусства. А тут у нас павелецкая натурщица. Давайте найдем ее. Вот она. Где? Вот она. Это, походу, ведьма с метлой. Ну, какая она ведьма? Ты посмотри, какая у нее ляжетная рука. Это что-то типа скрипит. Это бред у куриной пчелки, наверное, я не знаю. Давай пойдем к следующей картине. То есть, реально дети вообще, ну, я тоже искусство так себе могу понимать и тому подобное. Но видно, что детям это интересно. Дети тянутся к этому. Это очень круто. Вот это я могу объяснить. Попа. Ну, хоть этот тебе нравится. Попа, да. Какое настроение у тебя при виде этой картины? Челюсть отвалилась на пол у меня. Вот какое настроение. Девушка в ожидании, возможно. Интересно, чего? Одежда, что ли? Сергей начал просто все шутка за шуткой. И это была такая, ну, просто дурость какая-то. Настолько глупо, да, мне было очень стыдно за него. Это был просто триумф невежества. Короче, Анна, я вообще в этом ничего не понимаю. Это полнейший бред. А вот это кролик. Это, знаешь, краску вылез так вот. О, ничего получилось. И разрушил его. Было вообще непонятно, что нарисовано. Даже я бы это нарисовал лучше. Всякое это у дерьма. Но тебе неужели ничего не понравилось? Вообще ничего? Нет, бред полный. Я сделала все, что смогла. Все остальное это на его совести. Пока в Москве к искусству пытаются притянуть за уши, в Питере Аня решила выполнить одно из новых правил. Организовать совместный досуг. Я знаю это место. Я уже напрягаюсь. Что мы будем делать? Ну, ты сейчас все увидишь. Раздевайтесь. Нет. Ну, короче, нам сюда. Я уже понимаю. Это Сергей, как бы мой муж. Сергей. Это Василиса, дочка. Это Василиса, но она полеча. Василиса, ты можешь присоединиться к нам, если захочешь. Мы сегодня с вами займемся бачатой. Это одновременно и страстный, и в то же время романтичный латиноамериканский танец. Давайте мы с вами приступим. Пам. 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 Отлично. За плечиком пошли, за локтем. Пам. Они очень смешно танцевали. Мне кажется, танцоры из них не получатся. Возьмемся вот друг за дружку, вот таким вот образом, да? Просто рубиться. Просто баба захотела поддержаться за красивого мужика. Вставляем в паре очень важный момент – это управление. Если вы другу не будете чувствовать, вы потеряете друг дружку и не сможете взаимодействовать. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вот куда? Обратно уже надо было, да? Давайте, внимание. А, после четырех обратно? Конечно, уже выходили тут полчаса. Уда, сюда, сюда, сюда. Пять, шесть. Смотрите. Ну, чуваку не сильно приятно видно по нему. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Танцы они как-то… Он даже сразу сказал, типа, я понимаю, что мы сюда пришли, я не рад, меня, конечно, буду с тобой танцевать. Сближают партнеров. Сближают партнеров? Буду нести традицию в свою семью тоже. Правда, мой муж будет отпираться, он не захочет, но я постараюсь ему уговорить. Мы с вами молодцы, танцевали такую замечательную связочку, я очень рада была с вами познакомиться. Мы тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. До свидания. Пока. Было весело. Я заметил, что Аня реально с каждым идем меняется. Она начинает смотреть на вещи некоторые иначе, она раскрепощается, у нее исчезают некоторые комплексы, и я думаю, что она переоценит свои взгляды на жизнь. Может быть. В Москве Аня продолжает следить за выполнением своих правил. Следующий шаг – уют в доме. Сергею абсолютно плевать, какая обстановка и атмосфера в доме. Шторы покупать бы им. Никакой уют его не заботит, но я не сдавалась, и мы отправились в магазин. Ребят, давайте выберем шторку. Какие шотец вам нравится? Вот этот. Вот этот. Нам одну такую. Подушечки будем брать? Да. Ну да. Только у них есть же. Это другие подушки, это декоративные. Аня, все по цене одинаковые. Все по цене одинаковые. Это выбирай по рисунку, который тебе больше нравится. Можно такую, хочешь? Да. Ну все, отлично. Детки с большим удовольствием помогали мне выбирать. Для них это было бы очень приятное событие. Сумма вашей покупки 2390 рублей. Ого. Папа пообещал, теперь плати. Последнее даю. Мы потратили, ну по сути, вообще копейки. Но по факту, то, что мы сделали, это уже первый шаг к уюту. Ну а второй шаг – найти место новым вещам в старой квартире. Мы начнем со штор. Мы сейчас примерим. Это не шторы, это тюль какая-то. Подожди. Шторы большие, походу. Чтобы красиво было, она будет все раскладываться. А, или это тюль и шторы. Залезай. Давай, блин, я боюсь. Грохнусь. Леля, подержи. Вот, давай. Все, держи, держи. Я же тебе, Леля, подумал. Мы тебя держим. Пока низу не гопну. Ты шторку держишь вообще. По длине отлично. Подожди, я запутался. Во, супер. Нет, ни хрена не супер. Сергей подошел к этому делу с энтузиазмом. Он мне помог. Есть у него качества, да, которые нужно поменять. Но он вообще неплохой. Единственное, что его нужно постоянно подталкивать. Типа, давай, давай, делай, делай. Все. Ну, смотри. Прекрасно. Вот, гармония царит. Красиво. Ой, главное не упасть, все это лестница. Ну что, уютнее стало, да? Лестница страшная. Дело так мало, но моя душа немножечко успокоилась. Лучше. Я надеюсь, что это был первый шаг, и они будут продолжать, чтобы в доме стало уютнее, тепло. Наступил последний день обмена, и в Петербурге Сергей решил реализовать последнее правило, которое он установил Диане. Для чего привел ее в салон красоты. Здравствуйте. Вот наша. Ну, сделаешь подарок. Даю себе в руки профессионалу. Проходите, пожалуйста. Я буду сейчас пару часов. Я решил, что надо обязательно помочь преобразиться. Красавчик. Чтобы она увидела себя другой. Смотрите, что я предлагаю. Молодец. Значит, мы отрезаем вот этот, скажем так, хвостик, и мы оставим ваш корень, и сделаем растяжку более светлее. Вам будет так очень хорошо. Поэтому, в принципе, если вы согласны, можем приступать. Я согласна. Балинину вообще приятно было. Прям неожиданный сюрприз. Как-то себя женщиной почувствовала даже. Ой, сейчас ее преобразят. Полное преображение – дело небыстрое. Три часа, и Анна готова предстать перед временным мужем в новом образе. Вот. Да, это я. Покажите. Мне нравится. Спасибо большое. По лицу хорошо выглядят. Но все равно зубы на место как бы не появились. Ну, то ладно. Потому что ехать надо дальше. Боже. Это не все. Ну, в плане лица. Растерянную Аню Сергей снова повез в неизвестность. А тем временем Аня в Москве в желании перевоспитать временного мужа пошла на крайние меры. Сергей, я привела тебя в это место не случайно, а для реализации нашего правила. Нет грубому обращению с детьми. Давай мне теперь курточку свою. Зачем? Ну, раздевайся, я тебе кое-что хочу показать. Я убегу сразу, честное слово. Давай, давай скорей. На. Возможно, это будет неприятно, но я надеюсь, что ты оценишь. Теперь проходи вниз и наслаждайся. Больше всего меня волновало второе правило. Нет грубому обращению с детьми. И я хотела бы, чтобы Сергей поменял свое отношение к нему. А что там? Я решила обратиться к съемочной группе и попросила их сделать нарезку с того дня, когда он проверял домашнее здание у детей. Я тут уже что посмотрел. Это дебил, что ли? Ты понятный. Это дебил вырастешь. Че ты, ***? Умашен нет? Отсталешь что ли? Сядешь и будешь писать. Понял? Вообще дурак журкал. Где ты пишешь? Это дебил, что ли? Ну что, как эмоции? Ты будешь на них орать. Да, чтобы воспитать. В этом моменте я разочарована. Я понимал, что я не прав в воспитании своих детей. Стыдно было при ней признаться, так как я мужчина же. Но выводы я для себя сделал. И так больше я поступать не буду с ними. Я мужчина, мне стыдно признаться. Блин, не, я буду и дальше материть и клепать. Я мужчина. Я мужик, блядь! Я в бедене души надеюсь, очень надеюсь, на то, что он понимает свое отношение к детям. Эти детки не заслуживают такого отношения к себе. Поддерживаю. В Питере Сергей продолжает удивлять временную жену. После салона красоты они вдвоем отправляются в торговый центр, где их уже ждет Василиса. Здорово. Вещи купить? Спасибо. Да, я тебе всегда буду такая. Ты знаешь, куда он ходит? Без понятия. Аня, немного терпения и все узнаешь. Давай, знаешь что? Попробуем подобрать что-нибудь под лаком. Ну вот симпатичная в горошек. Вы по какому-то случаю подбираете? Тут, короче, ситуация такая. Девушка долгое время занималась только детьми и совсем за собой не следила. Мы это решили немножко исправить. Какая модель предпочтительная? Ну, что-то по фигуре, чтобы было комфортно, уютно. Ну, а в конце точно будет ресторан какой-то, да? Все неплохо. Что-то в этом будет. Ну, наскованное осанку. Нет, вот Толя реально лучше сидела. Это по цвету ничего тебе идет? Запомни цвет. Так, вот это очень даже хорошо. Мне тоже нравится. Да. Красиво. Когда выбирали платье, увидела, что у меня оказывается фигура есть, и все это очень даже красиво. Как ты горбатая стоишь, ждай. Пошли на кассу. Отличный вариант. Вроде как она уже и привлекательная девушка, которая выглядит лет на 10 моложе, нежели чем, когда я открыл только двери в квартиру. Согласен, согласен. Скажет, кто такая. Сейчас на 35 очень так натянута уже что-то есть, да. Ну, все равно, конечно, больше выглядит, но это уже близко. Не узнают? Не узнают. Вот 35. Заново познакомимся. Да. Спасибо. Все хорошо. И к лагу подходит, и к этому не подходит. Я просто не привыкла. Ну, буду приучаться. Для того, чтобы приучаться, нужно зарабатывать. Следить за домом, за собой. Ясно, просто слез. Я очень благодарна Сергею, что он, ну, как бы, открыл мне вот глаза, заставил на себя просто посмотреть по-другому. То есть мне изгадку какого-то утенка сделали, какую-то красивую. И не ожидал, на самом деле. Чувак красавчик. Молодец. Неделя обмена подошла к концу. Настало время супругам встретиться лицом к лицу и поделиться своими впечатлениями от эксперимента. Привет. Сергей. Сергей. Аня. Аня, да. Серьезно? Сергей, Сергей, Аня, Аня? Все очень просто. Вообще, сделал комплимент своей женщине. Посмотри, какая она красивая сегодня. Прелесть. Спасибо. Как вы провели эту недельку. Я просто в шоке от всего, что происходило за эту неделю. Для меня это выход из моей зоны комфорта. Когда я пришла в ваш дом, я была, конечно, вообще в жутком шоке от всего увиденного. Больше всего я запомнила этих тараканов, которые просто везде ползают. И мухи, которые просто вокруг тебя. В отставе просто очень много написано, что ты делаешь по дому. Но по факту я как бы этого не увидела вообще. Но не в обиду. Я просто говорю... Конечно, я ни на кого не обижаюсь вообще. Не, я не обижаюсь. Просто, ну, ты, конечно, тоже там, если знаешь, честно, дома тоже срач бунда. Я не обид, я спокойно это все выслушиваю и делаю свои, как бы, выводы. Когда приехала, первые впечатления расскажи. Первые впечатления, такие маньяки тут живут. Столько фалосов, членов, вагин и так далее, плетки. Ну, сначала я не поняла, для чего такие игрушки. Ну, как бы это был шок. Но после, когда я сходила на тренинг, погуляла по этому замечательному музею. Мне очень понравилось, как бы, что, оказывается, на эти темы можно разговаривать. И в этом нет ничего такого позорного. Интересно довольно-таки. Ну, ты рада знакомству? Ну, я очень, на самом деле, рада с вами познакомиться. Очень было приятно, когда Сергей привел в ресторан. Еще было очень неожиданно, когда мне сделали прическу. Я уже давно такого себе не делала. Ну, очень было приятно. Как бы женщина себя почувствовала. За эти дни я заметил, что Ане не хватает внимания и поддержки. Создалось впечатление, что Аня чувствует себя очень одиноко. Вы вроде как и вместе, а вроде как отдыхаете не вместе, да? То есть нет каких-то общих интересов. Вы даже о сексе друг с другом не разговариваете. Что вы делаете вместе? Я прихожу с работы. Аня, как обычно, сидит на диване и спит. Вот что мы делаем вместе с лининой чистотой. Можно же найти общий интерес? Можно. Ну, не о сексе точно. Я могу в чем-то поддержать, но не в этих темах. Я не буду поддерживать. Даже разговаривать на этих темах тоже. С ней? Да, даже с ней. Ей не хватает эмоций? Положительных эмоций. Единственный, какой я сделал вывод, это то, что я на детей поднимал руку, когда делал с ними ротки. Это, конечно, нехорошо. Я могу, как бы, ну, просто говорить, но не поднимая руку. Материт, но не поднимая руку. Я точно поняла, что мы с тобой живем идеально. Я тоже понял, что мы, в принципе, все делаем правильно. И я понял, что я не хочу так долго расставаться еще раз. Это было, как бы, дико немножко. Я была выведена из зоны комфорта, но, в принципе... Я была выведена из зоны комфорта. Блядь, как это странно звучит. Я вышла из зоны комфорта. Мне понравилось, что можно и тихо, спокойно разговаривать. Дома прям была зона комфорта. Досуды делать все это весело, замечательно. Если какая-то проблема, вы ее, как бы, обсуждаете. Тебе тоже рекомендую так же тихо, спокойно разговаривать. Не орать, не кричать, не материться. И вот тихо, спокойно все это посадиться и обсуждать. Ну, еще раз очень радовало то, что мы познакомились. Все классно было. Месяц спустя мы решили навестить наших героев, чтобы узнать, как изменилась их жизнь после проекта. В Питере Четувелес мы застали вдвоем. Пока дочь на занятиях, пара проводит время вместе. После, собственно говоря, проекта мы очень соскучились друг по другу. И целый месяц ничего не делали, просто уделяли время. Исключительно друг к другу. Не могу сказать, что у нас прямо что-то глобальное изменилось. Я, кстати, поменялась. Да, ты стала более внимательной. Очень вкусно. Идеально. Кого больше любишь, попкорн или меня? Тебя, конечно. Мы немножко решили пересмотреть свою работу. Мы решили отойти от групповых тренингов. И сконцентрироваться на онлайн-тренингах. А, я думал, сейчас будет начнется какие-то онлайн-ютуб для взрослых. Привет, я Анна Велес. А меня зовут Сергей Велес. Сегодня мы будем говорить о бронтической фантазии. Желание – это то, что вы хотите воплотить в жизнь. Какие мы выводы сделали после проекта? Что мы все делаем правильно. Мы всегда знали, что мы идеальная семья. Ну, просто мы сравнили, как живут другие люди. Вот чего бы мы точно не хотели после проекта – это расставаться на такой же долгий срок. То есть неделя – это перебор. А какие выводы были?